МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я говорил про 40 штук судов по 5 тысяч тонн. Если умножим, это всего лишь 100 тысяч тонн. Один газовоз. Восток Оил должен построить 15 танкеров 120 тысяч тонн. Жалко, ушел Виктор Леонидович, причем построить в ближайших 5 лет. Ну, наверное, я не отвечаю, слава богу, но сильно сомневаюсь. Вот. Ну, то же самое про Балтера. Да? Еще к более простому и худшему, о чем сам говорю, вот сегодня это суда снабжения. Евгений Ильич, Айс-3, ну, наверное, это Ленскому пароходству, другим, это хорошая вещь тоже, да, ну, для своей ниши. Но простой пример, вот мы сегодня примерно 40 судов, чуть больше, да, которые работают в режиме круглогодичной навигации. Это Арк 4, Арк 5 класс, которые приходится таскать на буксире вплотную. Ну, и вот атомный ледокол тянет этот старое корыто 30 лет. Обратите внимание, там табличка, к 30-му году, году вообще-то он моложе 10 лет будет 1, 20-30 лет 8, а вверху 27. Да, и тогда вот Алексею Львовичу простой вопрос. А способны мы, условно, вот предварительно, я так понимаю, вот Раэль Федоевич сидит на риске «Никель», у меня такие же партнеры «Восток-Ойлоруснефть», там, «Ямал», «Испугай», другие. Надо минимум 15 новых судов снабженцев. Мы с ним дискутируем, ну, я бы сказал, так, 25-30 тысяч тонн, не менее арк 6 класса, подчеркиваю, да. У меня простой вопрос, технологически кто их построит? Моё личное мнение, что никто, или вот Алексей Львович меня поправит. Сейчас быстро. И последнее, чтобы мучиться, да. Да, по ледоколам опять, Сергей Владимирович. Вот мы строим ледоколы, да, вот уже корпорация строит 3-4-й на базе смешанного финансирования. Мы должны взять 55 миллиардов, 45 миллиардов из федерального бюджета, вот Якутия, Чукотка, да. Я почему так долго говорю? Вот сегодня мы подписали, завершаем кредитное соглашение с банком ВТБ на 45 миллиардов. Там, не буду уже сроки и условия, но 9-45 процентов. То есть через 3 года, когда мы возьмём 45 процентов, условно 4,5 миллиарда только процентные затраты. Один атомный ледокол, и то все обижаются, не знаю, или может уже согласились, он сегодня зарабатывает 3 миллиарда в год. Вот, ну дальше не буду продолжать, поэтому где-то считаю, жалко ушёл и в Тухов, но без... нынешняя наша финансово-кредитная система в стране абсолютно не даёт возможности ничего не строить такого. Если я ещё скажу, что мы вот пятый, шестой будем строить на базе правительством решено 50 на 50, там вообще звучит 140 миллиардов. Ну, кто возьмёт 140 миллиардов под 10 процентов? Где там Кирилл Ильянович, а возьмёт или нет? Не, у вас просто проводку никто не купит за такие деньги. А? Я говорю, у вас проводку никто не купит за такие деньги. Поэтому, конечно, хотелось бы на нашей секции где-то обозначить вот эти вещи. Мы должны говорить, что Северный морской путь, это всё хорошо, но это, конечно, крупноатоннажное судоходство. И в этой части, ещё раз повторюсь, боюсь, что мы недооценим ту проблему, ещё раз повторюсь, технологическую, что мы не можем в такие сроки, в такие объёмы, там, серию новых сверхуниверсальных судов снабжения 15 штук, 15 танкеров минимум, ещё к тем пяти газовозам, которые Корея отдаст, 10-15 газовозов. Я просто помню, как юный моряк, придя в родное Мурманское пароходство, все суда были построены в ГДР, правда, назывались вместе за Сталинград, у нас полководцы были Суворов, Кутузов, Невский, там, название судов. Вот, поэтому, конечно, где-то надо собираться более активно и чётко понимать и находить баланс. Или мы движемся и создаём эту новую дорогу, без которой невозможно. Ну, одной рукой говорим, 100 миллионов тонн жиженного газа, 100 миллионов тонн сырой нефти, 50 миллионов тонн угля, не такой грузопоток в деньгах на риск, не, не, в деньгах ещё надо помериться, в деньгах что лучше, да, ваш никель или нефть. Но я в судопроходах, я, нашей задачи, да, ему тоже восток нужен, это сразу там десяток своих новых судов. Поэтому, конечно, я не на этой печальной ноте, очень хорошо, я надеюсь, что этот шаг сделан, действительно, простой пример, Алексей Львович знает, я вчера хвалил, вот, хоть ругаюсь всегда, но если брать, что первый головной атомный ледокол 4.2.0 был заложен в ноябре 2013 года, а в ноябре 2023 года работало три новых ледокола. Вот если так рассматривать, то за 10 лет построить три новых ледокола, всё же судостроительная промышленность, понятно, там, атомные остановки, электродвижения, это хорошо. Но те темпы, которые требует Северный морской путь, конечно, на мой взгляд, надо как-то жёстче собираться и более чётко говорить, что у нас ни технологически, не беру уже комплектующие, ни, ещё раз повторюсь, финансово-кредитная система, она точно не даёт возможности строить, или это всё станет неконкурентоспособной дорогой. Спасибо. Спасибо.